Всем привет, друзья! С вами JetPot90, вы находитесь на канале честных обзорных стримов и бодрых летсплеев, и мы продолжаем с вами рубрику новинки на платформе Steam, рассматриваем все, что нам предлагает этот замечательный магазин, пытаемся найти из вот этого множества различных игровых проектов, во всевозможных жанрах, что-то, что вот каждому из нас, вот вам, вот тебе, смотрящему сейчас видео, ну и естественно мне, понравится, захочется это приобрести, захочется в это играть, ну, как бы у меня уже есть некоторые проекты, которые мне понравились, я их купил, не пожалел денег, и теперь стримлю их, надеюсь, что вы точно так же, когда смотрите мои обзоры, мою аналитику, выбираете для себя проекты, и вам удалось уже что-то приобрести, хочу быть полезным, как говорится, вот стараюсь им быть, подписывайтесь на мой твич и ютуб канал, друзья, на ютубе нажимайте колокольчик, для того, чтобы получить оповещение во всех новых видео, и, конечно же, вступайте в мою официальную группу ВКонтакте, присоединяйтесь к официальной группе на платформе Steam, там теперь можно смотреть за действиями, видеть новые обзоры, старые мы постараемся загрузить со временем, и, конечно же, быть в курсе ситуации, наверное, если вы часто сидите в Steam, и часто играете через эту платформу, вам даже это будет намного удобнее, чем все остальные каналы вместе взяты, в общем, вот как-то так. Начинаем! Сегодня у нас вроде как 22 выпуск, если память не изменяет, а значит, у нас сегодня должно быть и будет весело, но прежде чем я уже начну рассказывать про новинки, я просто покажу вам нашу группу в платформе Steam, хотел сказать, ВКонтакте, нет, именно на платформе Steam, как она выглядит. Сейчас это прям совсем-совсем новая группа, мы только ее создали, у нас есть несколько обзоров, успели мы их разместить, поэтому вы можете зайти, почитать, посмотреть. Если кто-то пропустил эти видео обзоры, там есть ссылочки на YouTube, перейдете, посмотрите. Оставляйте свое мнение в комментариях обязательно, да, пишите. Если кому-то нужно, участвуйте в обсуждениях, предлагайте свои идеи. В общем, ребяточки, добро пожаловать, милости просим. Ну, а я тем временем переключаюсь уже на раздел новинки, я хотел бы, естественно, начать их рассматривать и анализировать. Давайте я сейчас чуть-чуть приближу изображение, дабы оно было крупнее, чтобы можно было все это видеть. Обновляю страницу, вдруг что-то появилось новое, ну, всякое бывает. Да, я не зря это сделал, появилось две ненужных там игры, это называется VR, нам это не надо, друзья мои. Что за игрушка, чувачок? Какая игрушка, дружище? Рил Паролич, привет, у нас рубрика новинки в Steam, это не игрушка. И вижу, первая игра это Гваудан, Гваудан, Гиваудан, Гивудан, я не знаю, в общем, ребят, я такое слово не могу прочитать. Давайте посмотрим, что это такое, потому что здесь можно, мне так кажется, заценить промо-ролик. Давайте смотреть, ребята. Давайте посмотрим, что это такое. Как я понимаю, это еще один очередной ужастик, так называемый, суть, скорее всего, выживания. Ну, как правило, да, часто мы видим именно это. Скорее всего, это выживалка, здесь нужно будет крутиться, убегать от... Я не знаю, что это был за монстр, то ли это был просто оборотень, то ли это какое-то привидение оборотень, потому что он слишком часто просто исчезал на месте и появлялся. Это вампир, вурдалак, да короче, что угодно, любая нечисть, назовите как хотите. Выглядит примитивно, нарисован он именно монстр, ну прям-прям плохенько. Земля тоже, видно, какая-то она вся блестящая. Ладно. Разработчик заявляет, что это приключение и инди. Русского языка в наличии нет, к сожалению. Стоимость игры 52 рубля со скидкой 34%, без скидки 79 рублей. Ну, вот знаете, вот хотел сказать, что это совсем уж прям шлочина такая, да, но цена соответствует качеству. Ребят, здесь заявлено всего лишь 50 рублей, и насколько эта игра интересная, продолжительная, я понятия не имею. По промо-ролику этого особо не оценить. Написано вот здесь, видите, в описании Escape the beast and overcome your own fear. Типа убегите, сбегите от зверя и превзойдите ваш собственный страх. Ну вот, как я и говорил, это симулятор-выживалка. Здесь нужно будет нестись от него куда подальше. Правда, каким будет выход, я не знаю. В общем, я поставлю сценочку вот этому Гивудуну или Гавуудану. Я не знаю, как это правильно прочитать. Пусть это будет туда-сюда, ближе к шлаку, потому что я почему-то уверен, что это не очень интересный игровой проект. Но за счет того, что авторы грамотно подошли к соотношению цена-качество, как минимум это достойно того, чтобы совсем уж шлак не скидывать. Да и кто знает, может быть там интересный геймплей. В общем, этот самый Гивудун, моя оценочка туда-сюда, ближе к шлаку. Далее у нас идут DLC-шечки. Много, причем реально очень много. И Ember's Magic Shop. Это что-то... Да, вот мне не нравится то, что у меня неожиданно врубается... Так, ну-ка, вот автоплей мы выключим. Да, вот неприятный момент. Вот в Стиве косяк в чем? Автоплей врубается. Вы только переключились на промо-ролик, он тут же заиграл. А вы даже не думаете его пока еще смотреть. Вы так, пощелкать. Это вот раздражает. Ну вот скриншоты показывают, что это какой-то, скорее всего, текстово-квестовый игровой проект, а может быть и вообще графическая новелла. Что тут пишут? Это... Крафтинг, дейтинг, сим, микс, фри, о том... Что? Разработчики заявляют, что это приключение и симулятор. Русского в наличии нет, только английский. И стоимость игры гигантская. Слушайте, ну вот за такие деньги давайте посмотрим промо-ролик. Давайте его оценим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну понятно, в общем, игрушка это... Никакого экшена здесь нет. Это полноценная экранная игра. Здесь вы создаете магазины, строите, продаете, нажимаете на текстовые кнопочки, вас перекидывают на новые локации, где есть очередные текстовые кнопочки, ну и так далее. То есть это не динамика, это для тех, кто любит побольше почитать. И можно сказать, что это графическая новелла, то есть текст и история сопровождаются картинками. Вот вам и игра. Почему я пришел посмотреть промо-ролик? Потому что цена у этой игры 377 рублей, скидка 10%, без скидки 419. И нигде не заявлено, что это графическая новелла. Тут написано, что это симулятор, приключения и тому подобное. Но мне, если честно, совершенно не нравится. Я в такое никогда не играю и явно советовать этого никому не буду. В общем, Эмберс Мэджик Шоп, моя оценочка шлак. Далее у нас игра под названием The Normal Day. Ну и судя по скриншотам, это однозначно Normal Day у разработчика. Когда пиксели охотятся за пикселями, безумно интересная игра. Приключений, инди и RPG русского в наличии нет, 129 рублей стоит игра. Вот и делайте потом выводы о таких игровых проектах. The Normal Day, моя оценочка шлак. Продолжаем World of One. Мир одного. Или мир для одного. Наверное, все-таки мир одного. По-моему, у нас это была игра уже в обзоре. Нет, мне так кажется, потому что вот этот игровой проект, где все вроде как движется по кругу. Или, может, я пересмотрел промо-ролики. Давайте заоценим, это инди-платформер. Может быть, кому-то он придется по душе. Давай уж, Steam, прогружай, не ленись. Покупай живопись. Да ну хорош, ну вот. Как я устал от Steam. Единственное, мне кажется, приложение, которое, когда ты его разворачиваешь в полный экран, оно начинает глючить. Отлично. Какой-то прям вот очень такой грустный мир, в котором все умирает. Наверное, я не знаю, потому что мальчик бегает с лопатой и убивает зомбаков, скелетов, вообще всяких монстров. Инди-платформер с физикой маленькой планетки, в котором вы погружаетесь в зловещую темную атмосферу уныния и депрессии. Ну вот о чем я и говорю. И теперь вам необходимо узнать, как вы сюда попали и почему остается так много вопросов и так мало ответов. Ну, понятно. Я думаю, суть многим ясна. Разработчики заявляют, что это и экшен, приключения и инди. Как ни странно, на удивление, в наличии 6 языков, включая русский, это прикольно. Игра для одного человека. Стоимость игры 152 рубля с скидкой 10%, без скидки 169 рублей. Есть еще World of One Holistic Edition. Стоимость 184 рубля, со скидкой, без скидки 228. Здесь включена игра и саундтреки к этой игре. Что я могу сказать? Ну, платформер выглядит, наверное, креативно за счет того, как они все-таки сделали этот мир. Это не просто в очередной раз вы прыгаете по, не знаю, площадочкам, да, а здесь земля, и вы типа по этой земле по шару по этому ходите и встречаете на своем пути разные препятствия, которые надо перепрыгивать либо уничтожать. То есть такое это экшен-платформер, где не только вы прыгаете, но и сражаетесь. Насколько это хорошо или плохо? Ну, скажем так, это выглядит любопытно. Я не скажу, что прям крутая игра визуально, да, но мне вот как я небольшой фанат подобных игровых проектов, но даже мне стало любопытно посмотреть, что это такое. Поэтому я поставлю оценочку World of One. Моя оценочка туда-сюда. В принципе, соотношение цена-качество здесь есть. Поэтому решайте сами, хотите вы в это играть или нет. Я пока переключусь на следующую игрульку. И у нас тут в наличии Iron Defense. Это Virtual, да, VR у нас. И Fight or Die, Сражайся или Умри 2. Ну, судя по скриншотам, тут однозначно просто умри, желательно раз 10 подряд. Я не знаю, ребят, что об этих играх. Я вот когда вижу такие игровые проекты, мне о них говорить особо нечего, потому что это период моего детства, когда у меня появился самый-самый-самый первый, самый первый вообще компьютер в виде игровой приставки. И вот в такие игры я тогда играл. Сейчас я себе не позволю физически в такое играть, потому что будет скучно, тупо. На разработчике заявляю что-то экшен, приключения, индии, RPG. Русского в наличии нет, игра для одного человека. Стоимость игры пока не заявлена. Fight or Die 2. Вторая часть. Неужели первая была? Короче, это шлак, друзья. Проходим мимо, не запариваемся. Игрушечка. Так, это DLC, VR и Wonder Boy The Dragon's Trap. Да, что замечательный мальчик, ловушка драконов. Или ловушка для драконов. И что у нас тут есть? Кто из них замечательный мальчик? Зеленый ниндзя, парень в доспехах японских или кошак с мечом? Кто из них замечательный мальчик? Я не пойму. Или вот птица летающая. Что-то я растерялся. А, вот он мальчик. Да, он один раз появляется даже в одном из скриншотов. Да. Или они все замечательные мальчики. Наверное, просто разных монстриков взяли. Ну, кстати говоря, выглядит очень даже забавно. Давайте посмотрим промо-ролик. Ребят, может я не прав. И может быть игра-то крутяцкая. А я вот ничего не понимающий джет выпендриваюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Я alternative reproковated. Приц isn dwarр Star Sarlam Редактор субтитр И вы знаете, на удивление, но мне она напомнила игры С детства, такие веселые, мультяшные Причем это полноценный платформер При этом еще это и файтинг То есть вы сражаетесь Круто, выглядит приятно Я уверен, что детям такая игрушка зайдет Очень даже на ура, потому что здесь Не просто какая-то скучная собирака Здесь еще есть и драки Я вспоминаю себя подростками Мне подобные игры очень нравились Плюс она чем-то смахивает на все вот эти Любимые многими, черный плащ Утиные истории, ну и прочее Вот что-то есть от этого В общем, я очень надеюсь, что Wonder Boy The Dragon's Trap Это очередная игрушечка Которая займет приятное место В вот этой коллекции детских игр Которые через 10-15 лет Приятно вспомнить, несмотря на то, что Графика уже морально устареет К тому времени полностью Разработчики заявляют, что это экшен, приключения и инди В наличии 7 языков Но русский, как всегда, прошли Прошли мимо русского языка Его нет, его нам не предоставляют Стоимость игры, правда, дичайшая 419 рублей Я думаю, что все-таки это дороговато Для такого проекта Вот рублей 250 было бы вот самое оно Ну ладно, разработчикам по всей видимости Виднее Что я могу сказать? Мне нравится Прекрасный нарисованный от руки анимации Обновленный звук Культовая классика приключений вернулась Судя по этому описанию По всей видимости, это какой-то олдскул Который переделали и сделали его На современный лад, чтобы он выглядел Новее, веселее, приятнее, красочнее В любом случае, то, что я увидел Мне получилось Мне понравилось И у них это точно получилось Поэтому я могу сказать Еще раз повторить Да, для детей Зайдет стопудово А может быть и для взрослых Которые играли во все эти Самые платформеры С элементами экшена Такие как Утина История Черный Плащ Ну и пошло-поехал Там целый список Чип и Дейл И прочие приятности В общем, Wonder Boy, The Dragon's Trap Моя оценочка Оттуда-сюда ближе к годнотей Я уверен, что она Многим может понравиться Далее у нас Игрушечка под названием Nose Goze Мы уже это проходили Я даже открывать эту фигню не буду Это полный трешак На Witherlord In Search of the Shaman Что это такое? Ну, выглядит, кстати говоря Неплохо По рисовочке По картиночкам Давайте посмотрим промо-ролик Что нам терять-то Подумаешь Нарвемся на очередной Какашкин проект А, я понял, что это такое Недавно я с этим столкнулся Как раз И был очень Очень неожиданно И приятно удивлен Я прежде, чем сейчас Тожму Play Скажу это Это проект Под издательством Buka Entertainment А я уже тысячу лет Не видел эту компанию Издающую игры Давайте заценим Что нам предлагает Компания Buka Некогда очень даже популярная Алавар Моя любимая компания Которая в свое время Делала мелкие Такие мини-игрушки Я очень кайфовал от них Я понял, на что это похоже Моя любимая компания Я так думаю Сейчас зрители моего канала Сразу нашли сходство С такой игрой Как там она полностью Называлась The Building of Great China Walls Да, по-моему Ну, короче Создайте китайскую Великую стену Я не понял, как она там Правильно называлась В общем Это вот та же самая игра Из разряда Point and Click Вы выбираете Вашего персонажа Он начинает бегать Там Продукты делать Деревья пилить И камни собирать Ну и тому подобное И по всей видимости Исходя из этого Вы как-то развиваете Только задача Например В игре предыдущего Названия Да, где надо было Построить китайскую стену Там нужно было ее построить А что делать здесь Я понятия не имею Но выглядит она Приблизительно Точно так же Я так полагаю Это игра для ленивых Возможно Офисная игра Где вы Играете одним пальцем Не запариваетесь Просто Делаете свое Грязное дело То есть Проходите Игру Ну Помогите Небольшому отряду спасателей Справиться с последствиями Извержения вулкана И победить Могущественного повелителя Злобного племени Строите дома Производство Добывайте ресурсы Артефакты Сражайтесь с врагами Спасите волшебные земли Ну вот Пожалуйста И ответ на мой вопрос Что здесь делать нужно Если честно Я так думаю Что Это какое-то странное Возвращение компании Бука Они брались за более серьезные Более мощные проекты Раньше А сейчас это что-то вот Скромненькое Хотя Выглядит неплохо Казуалочка Инди-симуляторы Стратегия Ну Это понятно В наличии 7 языков Включая русский Было бы странно Если бы Бука Выпустил игру Без русского языка Игра для одного человека И приемлемая Как я уже говорил Цена 129 рублей Люблю когда Игры Такого вот Простейшего Казуального Формата Они стоят Реально недорого И это правильно Потому что Ставить здесь цену 400 рублей И тому подобное Это сказать сразу Нет всем Кто захочет Эту игру приобрести В общем Моя оценочка Witherlord In Search of the Shaman Оценочка туда-сюда Игра неплохая Но в то же время Естественно До годноты И тащить И тащить Это не такой Крутецкий проект Как кажется Я уверен Что это отличная Убивалка времени Для тех Кого уже все достало Играть в проекты Уровня AAA То есть мощнейшие Не хочется Ну а совсем Опускаться до уровня Шлака Тоже не особо Горит такое желание Вот хороший Середнячок Проходная игрушка Которая Можно побегать Немножечко пройти Там за денек По-быстрому За два И удалить Вряд ли она Реиграбельна В общем Witherlord In Search Of The Shaman Моя оценочка Туда-сюда Тут у нас еще Попадается Witherlord Hidden Realm Это Что Это Еще одна игра Из этого же Разряда Да Это я так понял Бука решила Выпустить порцию Абсолютно одинаковых Игр Ну да Издатель Бука В общем Это еще одна игра Из той же Самой оперы Только здесь Задача Примерно Такая же Но Вместе с мудрецом Мелвином Его бесстрашными Друзьями На незведанные острова Отправляйтесь Где живут Загадочные существа Общайтесь с местными Жителями Осваивайте новые территории Собирайте ресурсы Научитесь управлять Погодой Короче Они я так полагаю Сделали серию Вот видите Еще есть Witherlord Они сделали серию Игр И каждая игра Это абсолютно одно и то же Только В одном случае Там Изучи погоду В другом случае Спаси земли от этого В третьем случае Бейся с гоблинами Ну в общем Все абсолютно одинаково Я могу назвать это Приблизительно Либо тремя частями Либо это одна игра И два дополнения Хотя здесь Галочки DLC нет Но похоже очень Что это именно DLC Короче Witherlord Вся эта серия Я считаю Что это отличные Середнячковые Проходные такие игры Которые стоят недорого Поиграть в них можно И нужно Поэтому все серии Witherlord Это Hidden Realm И In Search of the Shaman Я могу поставить Сценочку туда-сюда Однозначно Стоит потратить Немножечко на это Времени и денег И вряд ли вы об этом Пожалеете Игра под названием Lines Следующая Линии Что это такое Создайте самую Длинную линию Смотрите Как разворачивается Гонка ниже Включает редактор уровней Сразу же Начинайте играть На Делитесь в мастерской То есть это похоже На те игры Где нельзя Чтобы линии пересекались Как только линии пересеклась Ты в общем-то Проиграл Ну что я могу сказать Странно Не особо интересно Старо Ну и выполнено Это как-то Ну совсем Не презентабельно Я понимаю Что это Австрактные головоломки Такие Да Но блин Линии Это австрактная игра Головоломка Блин Как с языка слетела В стиле Дзен В которой форма Так же важна Как и функция Размещайте Или удаляйте Точки Чтобы начать Красочную гонку Для заполнения Рисунка Не знаю Разработчики Звездят Казуалка Инди Ну это и так понятно В наличии 9 языков Тадам Есть даже русский Ну надо же Игра для одного человека Нет никакого Кооператива Зачем делать такую игру Хотя бы без кооператива Тут надо по-любому Сражаться с конкурентами Но тут такого нет Стоимость игры 109 рублей Скидки 16% Без скидки 129 рублей Ну визуальная игра Выглядит рублей на 20 На 30 Если честно Я вообще не понимаю С чем такие игры покупать Особенно когда в них Нет мультиплеера Потому что Ну допустим Эта игра Хреновенькая Для синглплеера Например в мультиплеере Кто сделает длиннее линию Я уверен Что найдутся фанаты Подобных вещей Здесь такого нет К сожалению Я разочарован В общем Лайнус Моя оценочка Шлаг Далее у нас идет VR игрушечка И переключается Следующую страницу Игра под названием Galactic Missile Defense Галактическая Ракетная защита Ну и вот что-то мультяшное Это очень похоже На мобильные игрушки Перенесенные на ПК Ну да Выполнено очень забавно Мультяш Давайте посмотрим промо-ролик Потому что Визуалочка здесь Хоть и простенькая Но не пугает Давайте заценим Ну что я могу сказать Эдакий середниковый проходняк Just for fun То есть Только тупо для удовольствия На короткий промежуток времени Зашел Часика два Побомбил Вышел И мне кажется Уже не вернулся Мое скромное мнение Я за последнее время За время существования канала Подобных игр Пересмотрел Перепробовал Десятки Потому что Ну их много В стиме появляется Ни в одну из них Я не стал играть Повторно Наверное Потому что Есть более интересные игры И вот Самое скромное мнение Разработчики заявляют Что это Экшн-казуалка Индии Стратегия Ну стратегия Еще та конечно Русского в наличии нет Есть только английский Игра для одного человека 47 рублей она стоит Ну в принципе Со скидкой 20% При такой цене Это не пугает Без скидки 59 рублей Ну в принципе Ребят За вот такие Не очень большие деньги Да 40 рублей 50 рублей Максимум Можно позволить себе Приобрести игру В которую вы Скорее всего Поиграете всего пару часов Либо будете заходить В нее на час На два Там один раз в неделю Получить удовольствие Выйти и забыть о том Что вы вообще в это играли Хотя Может быть Кто-то из вас Наоборот Только на этом И специализируется Вот именно на таких играх Претензий к вам нет Мое мнение такое Галактик миссил дефенс Моя оценка туда-сюда Ближе к шлаку Но она при этом Красочная Мультяшная Симпатяшная И по всей видимости Вполне себе динамичная Это что-то из разряда Тауэр дефенс Только это сделано Проще Намного причем Не знаю как вам В общем Галактик миссил дефенс Моя оценка туда-сюда Ближе к шлаку Далее еще одна VR игрушечка И игра под названием The Wall И китайский иероглиф Мне кажется Что это очередная игра Выпущенная Азиатскими разработчиками На Зу Була Булай Гейм Ну как я и говорил Кто-то из азиатских разработчиков Китайский в наличии Значит это А нет Не знаю Тут еще и японский в наличии Короче Давайте посмотрим Ребяточки Пром ролик Давайте его заценим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это очень забавно Когда ты видишь Переделки Ютубе Гоглес Корнхаб Не порнхаб А корнхаб Ну Судя по промо ролику Задача игрока Здесь Это Видимо Освобождать Вот эти сайты Освобождать порталы Из заточения Из блокировки Я так полагаю Роскомнадзор Я хрен его знает Безумно похоже на это Ребят Если честно Вот только исходя Из сюжетной линии Уже хочется поиграть Ну просто поржать Я не знаю Сколько игра Соответствует Современным проблемам В нашем интернете Но Очень похоже Согласитесь Разработчики заявляют Что это экшен И игра находится В раннем доступе В наличии Есть 5 языков К сожалению Русские обошлись стороной Но в наличии Есть Английский Китайский Испанский Японский И какой-то там еще Игра для одного человека Стоимость игры Всего лишь 53 рубля Скидка 10% Без скидки 59 рублей Честно Вот ребят Сейчас такой вот момент Приятный За 53 рубля Вот эту игру Купить можно Потому что Выглядит она прикольно И поиграть За эти деньги Вряд ли будет жалко Скорее всего Вы поиграете Порадуетесь немножко Плюс хочу отметить Умный подход Разработчиков К созданию промо ролика Они его сделали На двух языках Просто включили Сверху один язык А под ним Титры на другом языке Это очень правильное решение Которое помогает Людям на разных языках Прочитать собственно О чем эта игра Это очень весело Ну и здесь нам пишут Что Outside the mainland China То есть короче Игроки По ту сторону Что-ли да Китая Идеи этой игры Come from the internet network Короче Прийти В сеть Да Censorship in China А понятно Ну здесь короче Видимо надо Цензуру в Китае Разрушить Ее нужно сломать Почему здесь написано было Что вы можете Защищать стену А можете ее ломать Вот Теперь мы знаем Кто разработчики Разработчики китайцы Они сделали Реально веселую Простую Дешевую Но в то же время Креативную игру Мол приходите к нам Разрушайте стены В нашем интернете И дайте свободу Свободу попугаю В общем Моя оценочка The wall Оценка туда-сюда Ближе к годноте Выглядит очень приятно Очень мило Симпатично И недорого В нее можно поиграть И хочется поиграть Я даже сделаю так Я добавлю ее себе В список желаемого И попробую найти Либо доступ к ней Либо просто дупо ее куплю Если она веселая И даже хотя бы там На полчаса на час Ее хватит То я сделаю по ней обзор Поугараем вместе Друзья мои The wall Оценочка Туда-сюда Ближе Нет не ближе Просто туда-сюда Не шлак Негоднота Просто середнячковая игра В которую можно было бы поиграть И получить немножечко удовольствие Что еще у нас интересного New Frontier Days Это мы с вами вчера рассматривали И у нас игра по iOS Bunker 58 Я не знаю что это такое Давайте заглянем И попробуем это оценить Судя по всему Это что-то Наверное Интересное Может нет Может я зря Про ролик включил Смотрим в общем Это ведь был кривой зомбак Меня очень сильно сейчас ужаснуло То что я увидел Когда главный герой бьет топором по спине монстра А топора ударяется об него как об резину Как о колесо Просто отлетает обратно Не происходит никаких повреждений Кроме пиксельного разбрызгивания Хреново нарисованной крови Да Я так понимаю Здесь вообще о физике речи не идет никакой Потому что здесь Не то что аркады Здесь вообще никакой физики нет Это просто тупо тыркай в сторону потенциального врага И он может быть как-то там помрет А может не помрет Как повезет в общем Да Ужаснуло меня немножко то что я увидел Разработчики заявляют что это экшен, приключения и инди Русского языка в наличии нет Есть только английский Стоимость игры 104 рубля Со скидкой 30% Без скидки 149 рублей И это релиз друзья мои Это релиз Это не ранний доступ Это не какой-то там альфа тест Это полноценный релиз Готовы вы в такой играть? Вот то что мы только что посмотрели Предыдущая игра за 50 рублей И вот игра за 104 рубля Та игра за 50 рублей Выглядела раз в 200 круче чем вот эта фигня Бункер 58 Моя оценка шлак Не прикасайтесь к этому Проходите стороной Вряд ли вам это понравится Далее игрушка под названием Монолит Давайте быстренько так пощелкаем Судя по скриншотам Выглядит она капец как отвратительно И стопудово стоит наверное рублей 200 или 300 Разработчики заявляют что это экшен и инди Русского в наличии нет Английский и немецкий Это релизная версия Ну как я и сказал И стоит эта хренотенечка 189 рублей То есть она Похожа на Крутой проект Типа ну не крутой Ну хотя бы неплохой проект Но по скриншотам нет А на что она похожа Вот здесь смотрите Вот о чем я говорил до этого В прошлом выпуске Я говорил что стим ни хрена не понимает А у него у стима Отвратительные алгоритмы Показывая вот этот шлак мне Стим пишет Эта игра схожа с Everspace Вы вообще можете сравнить Вот эту хрень с Everspace Друзья мои Это настолько даже не близко Что это все равно что сравнивать Мой старый ноутбук И современные игровые профессиональные ПК С стоимостью 300 тысяч рублей Где там жидкое Азотное охлаждение И так далее Это вообще несравнимо Да я немного в шоке Короче монолит это шлак Друзья мои проходите мимо этого Не присоединяйтесь к этому IMF Zone Да игрушечка называется так Что это такое Это Это что-то Драка массовая Давайте посмотрим Массовые драки Это всегда весело Короче эта игрушка с наличием первая жопно-сортирного юмору Второе избиением тупорлых ботов Которые ничего толком не могут И третье Что самое отвратительное Это козыряние половыми органами И прочее Прочее Это реальное говно Это даже не шлак Ребята Это прям вот Самое днищенское говнище И кому это может понравиться Я не представляю В какой степени нужно быть Неразборчивым Или безмозглым человеком Чтобы такое Можно Захотелось Поиграть И получать В удовольствие Разработчик Зрячит Экшен Казуалка И инди Среди достижений Вы можете увидеть Жопу голую Просто Я Я охреневаю Ребят В наличии нет русского Только английский И стоимость игры 55 рублей 55 рублей За это дерьмище При этом здесь есть И мультиплеер И все Ребят Я нажму Во-первых Неинтересно Во-вторых Я настоятельно Просто я настаиваю На том Что это сраное говнище Ни в коем случае В это не играйте I'm awesome Это прям вот Для убогих У тех людей Для которых Слово пися Вызывает море эмоций И они считают Что это была Самая крутая шутка В мире Это Говно Не думал Что такую игру Увижу в Steam Ну да ладно Далее у нас идут Еще две демочки Да Идет первая Block Survival Legend of the Lost Island Да Что это такое Это что-то пиксельное Квадратненькое Наверное Разработчики думают Что сделали шедевр А Это еще из разряда Майнкрафта Ну Я понял Я понял В общем Block Survival Legend of the Lost Island Сразу шлак Я все Что к Майнкрафту Относится В основном Скидываю в шлак И есть Return to Planet X Вот Как-то так И при этом Выглядит Не так убогенько Судя по скриншотам Сейчас мы прогрузим Почему-то скриншоты Перестали грузиться И меня это напрягает Что с ними такое Слушайте Выглядит даже неплохо Давайте посмотрим Промо-ролик Может быть Это что-то интересное Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что-то как-то после просмотра Промо-ролика Я усомнился Что это хорошая игра Если честно Ну Как вам сказать Вот Как по мне Это просто Середнячковый Такой Шлаковый Проходной шутер По идее Наверное Кому-то это может Понравиться Но на фоне Того количества Качественных шутеров Которые сейчас Уже вышли И еще планируются На выход Мне кажется Эта игра Она не только Не завоюет Своё место Под солнцем Она очень быстро Загнется Сдохнет И Кто в неё будет играть Ну Серьезно Ну кто Чисто для того Чтобы просто поиграть Во что-то Ну может быть Разработчики Изделяющие Это экшен Приключения И инди Русского языка В наличии нет Только английский Игра для одного человека Цены нет Но есть в наличии Демка В общем Кто хочет Можете потестировать Просто моё личное мнение Что Return to Planet X Это шлак Несмотря на то Что выглядит она Не так плохо Но опять-таки Любой пример Возьмите Шутер от первого лица И эта игра Не будет даже рядом стоять Как-то так Ну а Обнадёживать вас И говорить Что эта игрушка Достойна хотя бы Просто внимания Ну я не могу Поэтому я лично Вот то что я увидел Эти полосаток Квадратно-прямоугольные Монстры Которые не похожи Даже на монстров Хреновенькая Визуализация оружия Отвратительные звуки Return to Planet X Друзья мои Это шлак Что ещё у нас интересного Есть VR-игрушка И демка Торики Игра под названием Торики Но судя по вот Аватарке Здесь наверное Это что-то убогенькое Давайте посмотрим Просто скриншоты И да По скриншотам Это что-то совсем Странное И очередная Даже не детская игрушка Здесь слишком много Монстров каких-то Очередная игра Для видимо Очень искажённых умов Которым нравятся Вот Большие курицы Маленькие динозавры Лоли Я не знаю Как это ещё назвать Разработчики заявляют Что-то экшены Приключения Казуалка Инди И стратегия Игра находится В демо-версии Русский язык Есть в наличии Ещё и 10 языков Помимо этого Стоимость игры Охренеть Просто 349 рублей И это оригинал А дальше идут Комплекты С саундтреками Есть комплект Ещё с чем-то там Хотите Покупайте Ребята Благо есть в наличии Демка Лучше потестируйте Прежде чем эту фигню Покупать Потому что Лично для меня Торики Это шлак Я такую оценку Ей поставлю И просто забуду О том Что я это открывал Далее у нас Делсишечка И игра Haunted Holes Green Holes Sanitarium Collectors Edition Это скорее всего Очередной Очередная Головоломка Или очередной Детективный сюжет Скорее очередная Головоломка Из разряда Найди там Ключик Открой дверцу Найди бутылочку Хлебни Козлёночком Встань Ну и прочие приключения Я не очень люблю Такие игры Потому что Не поиграв Не оценишь А играть в них Надо исключительно На своём языке Либо хорошо знать Другие Языки Разработчик Заверяющий Это приключение Козлалка Но это ожидаемо Русского в наличии нет Только английский Цены в наличии нет Естественно Демки тоже нет Как по мне И рисовка Не особо прям Крутяцкая Она выглядит Ну проходничково Я поставлю Haunted Holes Green Holes Sanitarium Collectors Edition Моя оценка Шлак Друзья Далее у нас идёт Maestro Music Of Death Collectors Edition Ещё одна что ли Да ну серьёзно Хорош Сколько можно Таких игр-то выпускать Мне интересно Кстати говоря Вот вы Зрители Вы вообще В такие игры Играете Вот такие Пазла Детективно Прочие Мне кажется Никто в них не играет Неужели есть те люди Которые такие игры Покупают Скупают Все объёмы Странно Приключения Казуалка Заявляют Разработчики Русского нет Только английский Игра для одного человека Стоимость 289 рублей Дороговато Дороговато Выглядит она Опять-таки Средненько Даже хуже Чем некоторые Игры подобного Жанра В общем Maestro Music Of Death Collectors Edition Моя оценка Шлак Cosmic Pioneer Слушайте А мы его Не смотрели Уже По-моему По-моему Мы уже это видели Причём По-моему Мы это видели Во вчерашнем выпуске Могу ошибаться Но выглядит она Ужасно Одним словом В любом случае Стоимость 29 рублей Cosmic Pioneer Это шлак Дальше Trojan Inc Слушайте Да походу Мы это уже Оценивали Причём Оценивали мы Этого вчера Всё значит У нас игры На сегодня Закончились Вот так вот Мы с вами Побегали по разным Игровым проектам Заценили их Поискали что-то Хорошее Что-то плохое Нашли Причём Плохого нашли Больше чем хорошего К моему Большому разочарованию Но Несколько игр Всё-таки Сегодня Могут потенциально Попасть даже в обзор Если вдруг Они Лучше чем В промо-роликах И на скриншотах Надеюсь вам понравилось Это был очередной выпуск Рубрики Новинки в Steam Возможно Вы для себя Что-то прикупите Поиграйте Обязательно Пишите об этом Поделитесь своим мнением А я могу сказать Только одно Подписывайтесь на мой Тысячу YouTube канал На YouTube Нажимайте колокольчик Дабы получать оповещения Вступайте в мою группу Вконтакте И присоединяйтесь К моей группе в Steam Ссылочки все будут В описании Лайки, дизлайки приветствуются Если ставите дизлайк Пишите за что вы это сделали Желательно Всё это ребят В адекватной конечно Свете подавать И делитесь этим видео Своими друзьями Потому что для вас Репосты это мелочи Для меня способ Развивать канал С вами был JetPot90 Не прощаюсь Потому что буквально Чуть меньше чем Чуть больше чем Через час Вас ожидает Обзор по новой игре О ней мы поговорим Чуть позднее Пока-пока